Добрый день, коллеги! Презентация к скачиванию готова. Вы можете скачивать свободно. Сейчас немножко... Я у себя посветлею. Вот. Начнем. Сегодня мы говорим на такую тему, очень важную, как спланировать работу в инклюзивной группе. Потому что уже не за горами то время, когда вы начнете планировать новый учебный год, и, возможно, кому-то придется планировать работу в инклюзивной группе. Сегодня мы будем говорить на такие, может быть, не очень интересные темы, как документы, документация, на что опираться, когда вы пишете программы, какие документы у вас должны быть, как взаимодействовать с родителями и много чего еще. Поэтому, возможно, не будет так весело, как обычно бывает на вебинарах, но информация очень нужная, потому что, если эту информацию не учесть, бывает, что потом педагоги шлют горькие письма. Например, в моей группе 25 детей, среди них 3 ребенка с ТНР, 2 ребенка с раз, 2 ребенка с чем-то еще. Мне нужно сделать 5 программ одновременно. Скажите, как быть. Или такой вариант. В моей группе 35 детей, нянечки нету, тьютора нету, в группе 3 ребенка с раз. Мне очень трудно, но я все равно люблю свою работу. Вот прям дословно. И когда читаешь такие письма, хочется делать вот такие вот вебинары и рассказывать, как у нас все происходит в инклюзивном образовании, какими документами это сейчас регламентируется и вообще как нужно сделать, чтобы принести пользу детям с ОВЗ и не выгореть при этом на работе окончательно. Да, я не проверила. Если меня видно и слышно хорошо, тогда рядышком с чатом слева есть огонек. Поставьте туда значок, пожалуйста. Хорошо, значит, слышно. Ну и вопросы, пожалуйста, по ходу вебинара задавайте. Если что-то вам интересно, то спрашивайте. Можно также делиться жалобами на свою тяжелую жизнь, если у кого-то она тяжелая. Ну что ж, давайте начнем. Итак, начнем мы с законодательных основ. На каких документах основывается вообще идея инклюзивного образования? Прежде всего, это декларация прав человека, которая гласит, что каждый человек имеет право на образование. И декларация прав ребенка, в которой написано, что ребенок, который является неполноценным физическим, психическим, социальным отношением, тоже может учиться. Ему должны быть обеспечены специальные режимы образования и заботы, необходимые ввиду его особого состояния. То есть, вот этими документами, которые признают во всем мире, обеспечивается образование для детей с УВЗ. Ну и то, что касается российских документов, мы опираемся на федеральный закон 273 ФСЗ в редакции 2019 года, в котором написано о том, кто признается обучающимся с ограниченными возможностями. И в этом законе есть очень важная для нас вещь о том, что для того, чтобы ребенок был признан учащимся с УВЗ или воспитанником с УВЗ, должно быть прежде всего заключение ПМПК и ЛИМСЭК, медицинской комиссии. Дальше, что для нас важно, что инклюзивное образование обеспечивает равную доступность образования для всех учащихся с учетом их образовательных потребностей. И это тоже важно с учетом их образовательных потребностей. И там же, в этом же законе написано о том, что такое адаптированная образовательная программа, и там же написано, что такое индивидуальная программа реабилитации инвалида. Вот эти абзацы обязательно почитайте, когда у вас будет презентация. Ну а теперь будем расшифровывать отдельные термины и знакомиться с документами. ИПРА, индивидуальная программа реабилитации и реабилитации. Если у ребенка с УВЗ есть инвалидность, тогда для того, чтобы ребенок начал обучаться по какому-то индивидуальному маршруту, мама или родители должны принести в детский сад копию вот этой самой ИПРА. И нам там будет интересно вот что. То есть там написаны рекомендации, в какой группе или в каком классе ребенку лучше заниматься. Это рекомендации, то есть решение все равно остается за родителями, но учет рекомендаций, я думаю, тоже должен быть. То, что написано в ИПРА, обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, всеми организациями, ну, в том числе и вашим детским садом и школой. Однако родители могут отказаться от рекомендаций ИПРА, то есть мы не можем отказаться, если нам приносит этот документ, а родители могут его, в принципе, не приносить и оставить ребенка обучаться на общих основаниях. Тогда начинаются такие не очень хорошие вещи, но об этом тоже поговорим. Вопросы в чат я предлагаю задавать, поэтому смотрите. Важный пункт, который есть в ИПРА, это пункт способность к обучению. Есть три степени, и вы можете прочитать что-то или такое, например, способность к обучению в рамках государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях общего назначения с использованием специальных методов обучения, специального решима обучения с применением вспомогательных технических средств и технологий. Вторая – это способность к обучению только в специальных коррекционных учреждениях. И третья степень – это неспособность к обучению. Кто реализует вот эту программу? Все государственные службы поддержки, все негосударственные реабилитационные учреждения и образовательные учреждения координируют все органы социальной защиты вашего города или вашего поселка или района. А оценка осуществляется на той самой МСЭК, то есть когда ребенок через год, через два или когда у него заканчивается действие инвалидности, деток инвалидность дают на год, на два, на три и потом нужно будет подтверждать ее. Оценку результатов дает вот эта вот медицинская комиссия МСЭК и они же решают, либо продляют инвалидность, либо снимают инвалидность. Ну вот такая вот история. Есть также у нас категория детей, которые инвалидами не являются, но они тоже нуждаются в поддержке и без поддержки не могут обучаться, либо воспитываться по основным программам дошкольного образования, либо школьного образования. Часто это такие категории, как дети с СДВГ, то есть инвалидность точно не дадут, но ребенку помощь нужна. Или это дети с ОНР, с какими-то речевыми расстройствами, которые на инвалидность не тянут, но тоже понятно, что ребенка нужно очень хорошо развивать. Поэтому детей, если вы видите, что ребенок не в состоянии учиться по основным программам, нужно каким-то образом отправить на ПМПК. Мамы тоже очень сильно не любят ПМПК, поэтому нужно долго вести разъяснительную работу о том, что это такое, что это не крест, поставленный на ребенке, а наоборот выход на новые возможности. И тут вот с мамами нужно честно разговаривать о том, что она получит, если пройдет ПМПК, и там будут написаны рекомендации, например, для обучения по специальным программам или для того, чтобы составить индивидуальный образовательный маршрут. То есть ребенку будет уделяться больше внимания в детском саду или в школе, в результате ребенок будет быстро своих сверстников догонять. ПМПК опять-таки дело добровольное. И то, что напишут на ПМПК, для мамы дело добровольное, то есть даже если там написано умственная отсталость ребенка, то она может этот документ вам не показывать, и все равно ребенка привезти в группу или в класс на общих основаниях. Но если мама донесла вот это вот заключение ПМПК, то мы, педагоги, обязаны его исполнять. Вот такая вот у нас пока ситуация с законами. На основании ПМПК вы можете написать ИПР для ребенка, индивидуальный маршрут, да, индивидуальный маршрут для индивидуального обучения, и ребенок уже по этому маршруту будет заниматься. На всякий случай оставляю вот такую информацию, это коды ПМПК, когда вы получите заключение, то по кодам вы можете определить, в какой категории ребенок относится. Вот, то есть когда родители приносят к вам и вручают руководителю организации или знакомят педагога, с этими двумя документами вы начинаете уже создавать для ребенка индивидуальный маршрут для его развития. Что это такое? Давайте разбираться будем в следующих аббревиатурах. Адаптированная основная общеобразовательная программа. Это, если простыми словами, некий такой шаблон, по которому вы сможете работать и по которому вы сможете написать свои программы, потому что с каждого требуют программы, да, ведь если да, то поставьте мне плюсик-огонечек, пожалуйста. У кого требуется написать свою программу на детей с ОВЗ, вот огонечки у нас есть, да, это у нас на самом деле так. Вот, то есть когда вы начинаете писать свою собственную программу, возникает вопрос, откуда брать материал. Вот как основа для программы может быть использована адаптированная основная общеобразовательная программа и авторские программы, про которые я вам тоже расскажу. Какие у нас бывают программы и где это взять? Есть такой чудесный сайт, который, сайт называется ВГОС-реестр, здесь ссылочка активная, то есть когда вы презентацию получите, вы сможете по этой ссылке перейти и выбрать ту программу, которая вам нужна. Здесь есть примерная адаптированная основная образовательная программа. На каждое заболевание, ну практически, да, на каждое состояние ребенка вы такую программу найдете. Единственное, что вы здесь не найдете, это примерную адаптированную программу для детей с РАС. И это случилось по той причине, что дети с РАС, они очень разнообразны в своем развитии, и некое такое общее положение невозможно вывести. Поэтому для детей с РАС мы пишем индивидуальные образовательные маршруты. Что важно прочитать в этих программах, в ПАОП? Смотрите, прежде всего это сведения о характере нарушений здоровья. То есть мы же с вами не медики, и если, допустим, человек первый раз идет работать в инклюзивную группу, что такое, допустим, нарушение слуха или нарушение зрения у ребенка, что такое задержка психического развития. Мы, конечно, знаем из институтских программ, но близко не сталкивались. Вот в каждой программе есть эти сведения, то есть о том, как ребенок развивается, какие у него проблемы со здоровьем могут быть и какие ограничения вот эти проблемы со здоровьем на него накладывают. Второе, в этих программах очень хорошо расписаны особые образовательные потребности детей, то, что мы должны обеспечить, если мы принимаем ребенка в группу. Там же примерные планируемые результаты, там же система оценки достижений и направление содержания коррекционной работы. То есть там есть все. И если будете смотреть программы, то обратите особое внимание на организационный раздел. Вот там то, что нам очень-очень нужно для того, чтобы организовать свою работу. Что там написано? Во-первых, условия, которые обеспечивают развитие ребенка. Второе, это требования к организации предметно-пространственной среды, то есть как для определенной категории детей с ОВЗ нужно оборудовать группу. Кадровые условия реализации программы, то есть кто, в каком количестве, в каком составе работает с этими детьми. Материально-техническое обеспечение программы, финансовые условия реализации программы, ну и в том числе в этом разделе вы узнаете о том, как должна интексироваться ваша заработная плата, если вы работаете с детьми с ОВЗ. Дальше, режим дня и распорядок, ну и перечень нормативных и нормативно-методических документов. То есть вот это очень внимательно прочитайте и возьмите за основу. На основе по опыту, что можно взять на сайте в госреестр, создаются адаптированные образовательные программы. Там прописывается содержание образования, условия организации, ну и все то, что нужно уже для практической работы. Каким образом прописывается АОП? Что должно быть в этой программе? Ну, смотрите, когда вы будете писать вот эту вот программу, вы можете использовать примерные программы и просто оттуда переписать, да, потому что в программе АОП то же самое должно быть. Описание системы условий и ресурсов, то есть что необходимо для реализации программы. Кто реализует, на каких условиях, какие специалисты работают, какие условия мы создаем детям, в чем заключается безбарьерная среда, может быть, какие-то технические средства обучения необходимы, это тоже мы прописываем. Дальше уровень нагрузки на ребенка, да, сколько занятий у детей должно быть, какой продолжительности должны быть занятия. Ну и здесь же мы прописываем предоставление услуг ассистента-помощника для того, чтобы оказывать необходимую техническую помощь. Это основной документ, на основе которого будет осуществляться образование ребенка в образовательной организации. Ну и эта программа обязательно к исполнению, и она обязательно должна быть, потому что многочисленные проверки, которые вам иногда приходится переживать, они, конечно, прежде всего спрашивают именно наличие АОП адаптированных программ, если у вас есть инклюзивные группы. Ну и сама программа, она является рабочим инструментом команды, которая поможет вам координировать свои усилия и развивать ребеночка так, как только можно. Что адаптируется? То есть адаптированная программа, она в чем-то очень во многом схожа с основной программой, дошкольной или школьной, но в ней есть изменения, которые касаются, например, сроков прохождения программы. Это может быть более медленный темп, и то, что дети изучают, например, за полгода, то ребенок проходит за год содержание, условия и особые методы, приемы, способы, формы, виды деятельности. Также, если у ребенка другой режим посещения, то пишется еще и режим посещения и график образовательного процесса, потому что есть виды инклюзии, когда ребенок входит в группу не на целый день. Вопрос у нас. Пишется ли в циклограмме учителя-дефектолога поминутное сопровождение воспитанников на индивидуальных групповых занятиях, где посмотреть пример и нормативы, документы, положения? Про поминутное сопровождение я не слышала. Я знаю, что пишется план занятий, и там, ну что вы считаете поминутным сопровождением? Ну, например, план занятия в виде, что разминка 5 минут, упражнения, ну, допустим, пальчиковые игры 10 минут и так далее. Вот это нормальный вариант. Если вы об этом, то да, пишется, прописывается. Пример нормативы, документы, положения. И 20 детей по каждому ребенку. Из 20 детей по каждому ребенку. А почему по каждому? Смотрите, если у нас учитель-дефектолог ведет индивидуальные занятия, то он расписывает индивидуальные занятия, да. Вот. Если он ведет групповые занятия, то он пишет программу на группу. Вот. На этой диаграмме примерно такое соподчинение документов, что чему подчиняется, что на какой основе она создается. У нас есть в ГОСДО, да, школьного образования, либо в ГОССреднего образования. На его основе пишется примерно адаптивная образовательная, общеобразовательная программа. Это уже готовые программы, которые есть в ГОСРеестр. На его основе вы уже сами, силами вашего образовательного учреждения, педагогического коллектива, пишете адаптивную образовательную программу, а на основе этой программы для детей, если им нужно индивидуальное сопровождение, вы пишете индивидуальный образовательный маршрут. Ну, вот такая вот программа соподчинения. Что еще можно взять за основу АОП, когда вы будете писать? Есть авторские программы практически по всем видам ОВЗМ, и их тоже можно использовать, когда вы пишете АОП. То есть на нее можно ссылаться, их можно взять за основу и каким-то образом подредактировать, адаптировать к условиям вашего образовательного учреждения и использовать. Они все очень умные, хорошие, проверенные годами и опытом. Поэтому сейчас я делаю просто краткий обзор. Ну и в этом кратком обзоре еще покажу те методические особия, книги, на которые вы можете опираться, когда будете делать свои программы. Итак, авторские программы Ягжанова, Стребелева, коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением интеллекта. Это для деток с умственной отсталостью. Здесь же есть методические рекомендации, есть расписанные занятия, поэтому работать по ней очень удобно. Ну и как источник игр и занятий и планирования занятий вы можете взять тот же автор Стребелева, формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Те же авторы и тоже Стребелева, коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. Эта книга издается в издательстве Владос, ну и она очень хороша тем, что там много таких свеженьких, незаезженных, интересных дидактических игр. Понятно, что ребенок с умственной отсталостью, как и любой ребенок, лучше поддается игровым технологиям. Нарушение речи. Кислякова мороз. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи. Это тоже примерно адаптированная образовательная программа для дошкольников. Как раз если у вас есть детки с ТНР, тогда вы берете ее за основу и на основе этой программы можете создавать свое. Детки с ТНР все-таки в инклюзивные группы попадаются реже, они в специализированных группах. На ТНР у нас встречаются и вот эта вот программа, Филичева-Черкина, программа логопедической работы по преодолению общего нетразвития речи у детей. Вот на нее тоже обратите внимание. Ну и вот теперь смотрите, какая интересная вещь. Сравнивайте со своими условиями. Условия реализации инклюзии. Этот слайд относится к деткам с нарушением речи. Смотрите, ставка логопеда. У логопедов всегда тоже очень много вопросов. В таких группах, то есть если есть дети с УНР и ТНР, то тогда нагрузка педагога 25 часов в неделю. То есть ставка уменьшена и человек за 25 часов в неделю должен получать так же, как он бы получал за 36, если бы работал в обычной группе. Ставка логопеда на одну группу. То есть на одного логопеда приходится в компенсирующих группах, если есть дети с ТНР, то 6 человек и не больше. Если есть дети с ТНР, но они старше 3 лет, 10 человек и не больше. Дети с УНР, ФНР до 12 человек. Но и если у нас есть, так по-простому называется, речевые дети, тогда уменьшается количество детей в группах. Должно уменьшиться. Я вижу огоньки, поэтому вот на это обращайте внимание. Ну и честно говоря, требуйте, чтобы все условия были соблюдены. Соблюдены даже не для себя, любимых, потому что мы такие, мы готовы терпеть вообще все лишения, но для того, чтобы вашим детям было комфортно расти и развиваться. Итак, дети с тяжелыми нарушениями речи до 3 лет, ясельные группы, 10 человек в инклюзивной группе, из них не больше 3 детей с ТНР. Старше 10 лет группа до 18 человек, из них 4 и не больше с ТНР. Ну и для детей с более легкими нарушениями речи группа до 23 человек, но не более 10 детей с панематическими нарушениями речи. Вот таким образом устроено инклюзивное образование. Самое сложное, наверное, это модель инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра. То, что сейчас происходит, это, конечно, очень сложно. Я письма получаю от педагогов просто пачками, и они рассказывают, наичудеснейшие истории, когда в группе есть дети с раз, но нету в детском саду психолога, нету тьютера, заставляют писать программу. Ребенок к детскому саду не подготовлен, но он кричит целыми днями, и в результате мучаются все. Причем мама не признает, что это раз, и ребенка лечить не собирается. Ну, вот кто в таких же ситуациях, тоже поставьте огонечек. Я знаю, что многие коллеги очень жалуются. Итак, что мы делаем, когда видим ребенка с аутизмом? Прежде всего, готовность ребенка с раз. Сейчас отвечу, Светлана, договорю. Готовность ребенка к включению в инклюзивную группу. Вот здесь смотрите очень хорошо. То есть не должно быть агрессии и самоагрессии. Должны быть сформированы элементарные навыки самообслуживания. И есть хотя бы первые попытки подражания, то есть какие-то даже неумелые, неявные попытки сделать контакт, сохранить контакт с другим человеком, установить контакт. Вот, если вы принимаете в свою группу агрессивного ребенка, который не умеет ухаживать за собой и никак не выходит на связь, то вы обречены на мучительную работу в этой группе. Поэтому здесь уже стоит, наверное, отменить свою скромность и объяснить родителям, руководителям, всем-всем-всем, что ребенок раз к детскому саду должен быть готов. И детский сад к приему такого ребенка тоже должен быть готов. Должна быть безопасная и структурированная среда, понятная для ребенка. Педагоги должны пройти обучение и должны быть возможности для организации разноуровневого обучения, потому что для ребенка сразу нужны индивидуальные занятия дефектолога, логопеда, ЛФК и много-много чего еще. Иначе в одиночку в условиях группы, в которой там, ну пусть даже 20 человек, вы ничего сделать не сможете. Для детей с раса показана очень медленная инклюзия. То есть те варианты, когда мама приходит, оставляет ребенка на целый день и убегает в неизвестном направлении, они тоже мало приносят пользы. Маму понять можно, потому что к тому времени, когда она приведет вам ребенка в детский сад, она уже очень сильно устанет от своего ребенка, от всей этой вот жизни с ребенком, с таким непонятным, с тяжелым ребенком. Поэтому да, у нее будет желание все бросить и убежать хотя бы немножко отдохнуть. Но все равно через какое-то время надо вернуть и объяснить, что должно происходить. Идеальный вариант введения ребенка в группу – это обратная инклюзия. Обратная инклюзия – это когда специалист приходит домой и начинает заниматься с ребенком в привычной обстановке. Для ребенка уже достаточно впечатлений, для ребенка сразу, когда другой, чужой человек, ни папа, ни мама, придет в его квартиру и попытается с ним наладить контакт. После того, как контакт налажен, можно участвовать в занятиях в составе малых групп. Это может быть какая-то небольшая группа, ресурсная группа. Это может быть лекотека, когда мама может прийти на консультацию, поконсультироваться, взять, может быть, какие-нибудь игрушки, книжки для своего ребенка и отправиться дальше к своему ребенку, заниматься с ним. И вот после того, как ребенок уже хорошо себя чувствует в малых группах, уже можно переводить его на полную инклюзию. Это не всегда. Иногда достаточно походить до обеда какое-то время, потом уже оставлять ребенка на целый день. Отвечу на вопросы. У ребенка стоит тяжелое нарушение речи, но у него явный ЗПР. По какой программе с ним заниматься? Светлана, вам бы поконсультироваться с неврологом, то есть врачи, они точно знают, какое нарушение было первичным. Я вот сейчас не знаю. То есть может быть и тяжелое нарушение речи, такого физиологического генеза, то есть нарушены какие-то речевые центры головного мозга, допустим, тяжелые роды, тяжелое вынашивание, и вот те центры, которые отвечают за речь, они сильно нарушены. Вот, а уже вот это состояние спровоцировало ЗПР. А может быть идет ЗПР, то есть мозг нормален, каких-то нарушений нет серьезных, то есть идет задержка, и вот на фоне этой общей задержки не развивается речь. Поэтому хорошо бы проконсультироваться с неврологом, может быть с нейропсихологом, какое нарушение первично. И вот здесь, спасибо вам за хороший вопрос, если у нас несколько нарушений, то мы работаем с тем, которое первично. Ну, например, чтобы понятно было, есть ребенок, который не ходит, пользуется инвалидной коляской. К примеру, сейчас такие детки тоже попадают в группы, и при хороших условиях нормально развиваются. Итак, допустим, мы взяли ребенка, который не ходячий, и он плохо разговаривает. Понятно, что он плохо разговаривает, потому что у него опыта поговорить не было, у него социальных контактов было мало. Поэтому здесь у нас нарушение опорно-двигательного аппарата это первичное нарушение, а развитие речи вторичное. Но и во всех реабилитационных делах есть одно правило. Как только мы воздействуем на первичное нарушение, вторичное начинает подтягиваться, но без особых наших усилий. Вот, если ответила, поставьте плюсик, я советую поговорить с врачами. Так, запись будет. Юлия, отвечаю на ваш вопрос, вы не можете его отчислить, наше инклюзивное образование не позволяет это сделать. Вот, у нас законы устроены таким образом, что вы отчислить его не можете. Но вы можете поговорить с мамой и убедить её, что нахождение в группе детского сада для её ребёнка не полезно, а полезнее какие-то другие формы работы. Это единственное, что вы можете сделать. Ну и если ещё есть такой путь, он достаточно тяжёлый, длинный и выматывающий, но он тоже приносит свои плоды. То есть, если в группе всем остальным детям плохо, тогда родители начинают писать письменные заявления, докладные записки на имя заведующей детского сада о том, что им, детям, их детям не обеспечены условия для развития по поводу того, что ребёнок вот этот присутствует. И если заведующий не принимает никаких мер, тогда вы идёте дальше. Или родители идут дальше в управление образования. Ну и я знаю прецеденты, когда для таких деток, я не буду говорить слово «отчисленные», но для них находили вариативные формы развития. Там уже ваше решение делать это или нет. Плюсики поставили, видимо, коллеги со мной согласны. Пишите вопросы, это будет интересно. И вот ещё обратите внимание, инклюзия ребёнка с раз, возможно, если в ИПРа указана возможность включения ребёнка в инклюзивную группу, там они обычно пишут, то есть воспитание в условиях инклюзивной группы или воспитание в условиях коррекционной группы. Вот, на это обратите внимание. Если получено согласие родителей на разработку индивидуального образовательного маршрута, и ещё, если в штате есть психолог и желательно тьютор или ассистент. Создана безопасная развивающая среда, ну и общее количество детей в группе соответствует нормативам. И для тех, кому это будет нужно, я оставляю ссылку на примерный план инклюзии ребёнка с раз. И вот в этом пособии, в электронной форме оно доступно, в этом электронном пособии есть методические указания по поводу того, как создавать индивидуальный образовательный маршрут для ребёнка с расстройством аутистического спектра. Ну и да, для детей с раз, для каждого обязательно создаётся индивидуальный образовательный маршрут. Ну, потому что они все разные. Вот вам ещё пособие. Никольская «Аутичный ребёнок. Пути помощи» и Морозова «Аутизм. Коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых формах». Очень хорошее пособие для педагога-дефектолога. Инклюзия ребёнка с ЗПР. Тоже таких деток у нас много, то есть там, где умственная отсталость, не поставлена, но ребёнок всё равно отстаёт в интеллектуальном плане, в физическом плане. И на что опираться, если писать программу, то вот есть Баряева-Вичканова-Гаврилушкина «Программа воспитания и обучения детей с ЗПР». Вы её можете взять за основу. И вот такие вот методические пособия, коррекционно-развивающее обучение детей с ЗПР, ну и подготовка к школе детей с ЗПР тоже. Смотрите. Условия реализации. Смотрите, если дети с ЗПР есть в группе, ну и, кстати, если дети с умственной отсталостью есть в группе, это олигофрена-педагог, либо коррекционный. Доставок дойдём, Светлана, в конце. Хорошо. Все ставки отражены в примерных адаптированных программах. Там все ставки есть. Коррекционный педагог, логопед наверняка понадобится, ну и специальный педагог или педагог-психолог из расчёта 3-4 группы на одного специалиста. И если в ПМПК прописан ассистент, тогда ещё и дошкольнику с ЗПР может быть предоставлен ассистент. Норма. Смотрите, 25 часов, Светлана, я говорила про педагога, а не про логопеда. То есть педагог на группе. Заставку заработной платы норма работы 25 часов. Необходимость привлечения дополнительных педагогических работников. Имеется в виду, что здесь олигофрена-педагог и педагог-психолог. Уменьшение детей в компенсирующих группах. 6 человек в возрасте до 3 лет, 10 человек старше 10 лет, и в группах комбинированной направленности, то есть вот наши инклюзивные, для детей до 3 лет 10 человек, в том числе не более 3 человек с задержкой психического развития, и для детей в возрасте старше 3 лет, до 18 человек, и не более 5 деток с задержкой психического развития. Ребенок с нодом, с двигательными нарушениями. Если тяжелые двигательные нарушения, если нет способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, то инклюзивное дошкольное образование в полном объеме для детей нецелесообразно. Именно инклюзивное, потому что я видела группы специальные для детей с ДЦП, они очень маленькие, там было по 6 человек, там была специальная мебель, и вот такие группы возможны. В инклюзивном образовании оно будет больше мук, чем пользы для таких деток. Если ко всему еще добавляются нарушения зрения и слуха, тогда еще больше трудностей будет. Если ко всему добавляются еще и интеллектуальные нарушения, то, конечно же, в условиях инклюзивной группы ребеночку, прежде всего, ребеночку будет сложно. А раз будет сложно, то он то, что нужно для себя взять, не возьмет. Ну и мы, конечно, мамам это все объясняем. Примерная адаптированная образовательная программа. Она тоже есть, и вот здесь такое замечание. Она разработана с учетом особенностей развития детей именно с нарушением упорно-двигательного аппарата. Но если есть сложный сочетанный дефект, то есть если есть умственная отсталость, тогда мы за основой берем программу с умственной отсталостью и добавляем разделы УФК для того, чтобы скомпенсировать нарушение упорно-двигательного аппарата. Ну и вот условия инклюзии. Здесь тоже на слайде есть. Точно так же нагрузка 25 часов в неделю. Ну и если ребенок с такими значительными нарушениями, ребенок-колясочник, что называется, тогда обязательно наличие тьютера, а еще специального психолога и логопеда. Есть ли интеллектуальные нарушения, то еще и олигофрена-педагога. Количество детей. Вот 6 человек, то есть если группа компенсирующая, 6 человек. Если сочетанный дефект, то есть детки плохо ходят и еще нарушение интеллекта есть, тогда 5 человек. Ну а для детей в инклюзивных группах в группе должно быть вообще всего 10 человек, и в том числе 3 ребенка с нарушениями опорно-двигательного. Должны ли музыкальные руководители, инструктор проводить индивидуальные занятия с детьми и с ОВЗ? Если у вас есть такая возможность, есть такие программы, и это прописано в индивидуальной программе, в индивидуальном образовательном маршруте, это по-разному называется, тогда вы можете проводить индивидуальные занятия. То есть, когда ребенок в детский сад попадает, прописывают программу, индивидуальные маршруты, вот там написано все, кто какие занятия ведет, ну и, конечно, это с вашего согласия должно быть. Финансовые условия. То есть, здесь много разной информации. Суть в чем? В том, что если в детский сад попадает ребенок с ОВЗ, то детский сад финансируется на других условиях, то есть это повышенное финансирование, причем эти дополнительные деньги идут и на зарплату педагогам, и на то, чтобы обеспечить оборудование и материалы. Вот по ставкам воспитателям и педагогам ставка 25 часов в неделю. Про логопедов еще тоже слайд будет, я вам скажу, наизусть не помню, чтобы не наврать. Еще немножко поговорим про тьютера, потому что тьютеры у нас начали появляться, слава богу, в школах больше, в детских садах еще не очень, но тоже появляются. Кто этот такой тьютер? Это специалист, который организует условия для особого ребенка, чтобы он мог заниматься вместе с другими детьми. Секундочку, отвечу. Так, Мила нам пишет, в детском саду есть две группы, компенсирующие направленности для детей с опорником с нарушением интеллекта и с охранным интеллектом. Хочу ввести в практику совместное коррекционно-развивающее занятие с детьми из основных групп. Вопрос, требуется ли для этой работы отдельная программа согласия родителей или эта работа бессмысленна? Про бессмысленность точно нет. Про согласие родителей, смотрите, чтобы ввести в практику, наверное, правильно будет записать это в индивидуальных образовательных маршрутах либо в вашей программе. Если мы ИОМ составляем, то там родители подписываются, подписывают, дают свое согласие на реализацию этого маршрута. Поэтому только согласие родителей в этом случае, ну и только тогда, когда у вас есть на руках документы, ваши программы, ваши образовательные маршруты, и в них прописаны эти занятия. Вот. Все, что касается детей с ОВЗ, лучше самодеятельностью не заниматься, потому что можно попасть в очень неприятные ситуации. Тьютор. Смотрите, тьютор должен заниматься с детьми не совсем индивидуально, если это комбинированная разновозрастная группа, то тьютор, ставка тьютора, если есть от 1 до 6 детей, которым этот тьютор нужен. То есть, если хотя бы один такой ребенок в детском саду есть, тогда тьютор в штат принимается уже. Вот. Там уже как пойдет. Может быть, тьютор на нескольких детей, может быть, на одного ребенка, в зависимости от того, какие у этого ребенка потребности. Вот. То есть, тьютор занимается с конкретным ребенком, либо с конкретными детьми. Вот на этом слайде вы посмотрите нормативно-правовую основу, то есть, на основании каких документов работает тьютор. Тьютор – это федеральный закон, региональные приказы. Дальше тьютор, наличие тьютора прописывается в уставе. У тьютора должно быть, должен быть документ о повышении квалификации. На тьюторе сейчас ведется обучение в институтах и так далее. Вот. И можно этот документ получить, переучиться. Правила внутреннего трудового распорядка, программа, то есть, тьютор пишет программу тьюторского сопровождения обучающегося, и все эти документы должны быть. Еще вопрос. И ребенок с ТНР по ПМПК, а у него явно ЗПР. Как быть? Ну, я уже на такой же вопрос ответила. То есть, здесь понять, что первично, какое состояние заболевания, то с первичным заболеванием мы и работаем. То есть, программу пишут для того, чтобы скорректировать первичное заболевание. То есть, тьютор помогает ребенку во время занятий заниматься со всеми. Да, абсолютно верно. Тьютор помогает ребенку. Тьютор – это не нянечка. Именно человек, который… У него есть программа, и он помогает ребенку заниматься со всеми. Он может помочь ребенку подготовиться к занятию. Он же может остаться с ребенком и доделать что-то, когда у ребенка не хватило времени и так далее. То есть, он отвечает за то, чтобы ребенок выполнял программу, которую транслирует педагог. Вот еще документы, которые должны быть. Страшно на это смотреть, но, тем не менее, это все есть. Есть планы, трудовой договор, свои положения какие-то, которые у вас внутренние есть, ну и так далее. Посмотрите потом. Ну и еще раз, Тьютор – не няня, то есть, он не занимается кормлением ребенка, не обеспечивает санитарные потребности ребенка. Он именно занимается образованием. То есть, есть ассистенты, помощники, ну и для тяжелых детей, допустим, там, где есть нарушение опорно-двигательного, например, и интеллектуального. Ассистент-помощник ребенка переносит, одевает, раздевает, готовит к занятию, а Тьютор с ним занимается. Идеально, конечно, я понимаю, что так у нас не везде, но идеал должен быть для того, чтобы к нему стремиться каким-то образом все равно. Есть профстандарты для ассистента и Тьютора, и тоже посмотрите, то есть, это разные, разные категории. Тьютор – это педагогический работник, ассистент, это может быть и не педагогический работник, то есть, помощник воспитателя. Вот. То же самое есть все о том, что должен делать Тьютор. Как получить профессию Тьютора? Это переподготовка по профессиональной образовательной программе педагогическое образование и Тьюторское сопровождение в образовательной организации. Ну и это можно пройти, можно пройти очно и заочно сейчас тоже. Права педагога тоже очень важная вещь. Собственно говоря, сегодня очень много про права педагога говорим. Правовая основа обязанностей, то есть, что мы должны делать, потому что есть тенденция частая к тому, что обязанности педагога каким-то образом начинают расширяться, расширяться и еще раз расширяться. И получается, что педагог обязан делать все, что не могут делать нянечки, рабочие, родители и так далее. Светлане отвечаю, я прошла курсы для Тьютора в 144 часа. Так допускается. Но если у вас есть удостоверение о том, что вы прошли курсы и можете работать Тьютором, вы можете работать Тьютором. если в удостоверении это написано. Абсолютно точно. Можете написать для коллег, где проходили курсы и вообще будет очень здорово. Итак, профстандарт педагог. Что вы должны делать для детей с ОВЗ по профстандарту? Разработать АОП, адаптированную образовательную программу, совместно с педагогом-психологом. Либо разработать рабочую программу по предмету с учетом индивидуальных особенностей. Это для учителей. Адаптировать учебные занятия и внеурочную деятельность. То есть посмотреть, какие нужны пособия, плакаты, интерактивы, игрушки, игры и так далее. Все это подобрать. Подобрать адаптированные учебные пособия. Это учебники, рабочие, тетради и так далее. И при необходимости использовать специальные технические средства, если они нужны, если они имеются в вашем учебном заведении. То есть еще раз в зону ответственности вашу педагога входит адаптация обычных занятий для ребенка с ОВЗ, подготовка методик, программ, планов урока, а все остальное, что вам меняется в обязанности, кроме этого оно не относится к профстандарту педагога и не может быть, вас не могут заставить это делать. Поэтому обратите на это внимание и ну просто соблюдайте свои права и не давайте никому их нарушать. Вот теперь долгожданный слайд про нагрузку. Итак, продолжительность рабочего времени. 36 часов педагог, психолог, тьютор, 20 часов учитель-дефектолог, учитель-логопед, коллега была права, то есть логопед 20 часов, 25 часов воспитателей на группе учителя в классе, которые работают с детьми с ОВЗ, 18 часов логопеды медицинских организаций и организации социального обслуживания. Оно и для коллег-психологов нагрузка 36 часов педагога-психолога, она включает в себя, обратите внимание, тоже профстандарт, посмотрите, часть это занятие с детьми, а часть времени отводится на подготовку к занятиям и обработку материалов тестирования, поэтому это не 36 занятий, это 36 рабочих часов, вот, обратите на это внимание. но и количество специалистов на определенное количество детей. Итак, на одного в учебной группе, да, в учебной группе до 15 человек, учитель-дефектолог, сурдопедагог, тифлопедагог на каждые 6-12 учащихся с ОВЗ, учитель-логопед на 6-12 учащихся с ОВЗ, педагог-психолог на каждые 20 учащихся с ОВЗ, тьютер-ассистент-помощник на каждые 1-6 учащихся с ОВЗ. Что это значит? То есть, если от одного до 6 учащихся или воспитанников с ОВЗ есть в учебном, в образовательном учреждении, то на работу принимается один тьютер. Появился седьмой ребенок, появляется второй тьютер. Оксана, вы далеко не одиноки. Я знаю, что есть детские сады, которые занимаются инклюзивным образованием, но там нету даже ставки педагога. Она должна быть по законам. Вот. Ну и, может быть, будет жестко сказано, но вы в этой жизни отвечаете прежде всего за себя и свое благополучие. если вы работаете с детьми с ОВЗ без помощи других сотрудников, то вам грозит выгорание, а вашим детям грозит то, что они не получат все необходимое, что им нужно. Поэтому обращайтесь к руководителям логопеда от 6 до 12 учащихся. Обращайтесь к руководителям, обращайтесь в управление образования, чтобы у вас все это было. И заработные платы должны быть выше, чем у ваших коллег, которые не занимаются детьми с ОВЗ. Ну и вот небольшой такой мануал, как обеспечить соблюдение своих прав. Откуда я взяла, это профсоюз педагогов, тоже можете посмотреть, там эта информация есть. Если в группу либо в класс пришел ребенок с ОВЗ, то вы можете начинать соблюдение ваших трудовых прав и создание подходящих условий труда. То есть если ребенок приходит, тогда вам обязаны уменьшить количество детей в группах, поднять зарплату, дать ставку 25 часов, ну и оборудовать группу. Требуйте заключение психолога-миника педагогической комиссии и внимательно его читайте. если никакого заключения родители не приносят, мы не составляем никаких индивидуальных маршрутов и не делаем никаких индивидуальных занятий, кроме того, что положено по программе обычным детям. Дальше вы проверяете нормы количества учащихся либо воспитанников в классе. Выясняете, какие специалисты должны работать с ребенком и в каком объеме. и то же самое требуете, что если ребенок в группе появляется, то специалисты должны быть. Посмотрите коллективный договор и выясните, какая зарплата вам теперь будет положена. То есть заработную плату вашу определяет ваш непосредственный руководитель. И сразу же на берегу выясните, насколько больше вы будете получать за то, что работаете с этим ребенком. Ну и требуйте выполнения всех условий коллективного договора. Продумайте методику вместе со всеми специалистами, адаптируйте рабочую программу и тогда вы можете начинать работать. Вот. У нас Екатерина, про учреждение дополнительного образования не могу сказать. Вот. Надо смотреть нормативные документы. я вот пока сделала детские сады и школы. Ребенок раз и зарубежных. Какая программа подойдет? Нам сказали 20% зарплате. Но где-то так оно и есть. При условиях, что в группах еще детей будет мало. Либо в классе, если вы учитель школы. Зарубежных не поняла. Видимо, это 9 чего-то написала. Перепишите вопрос, пожалуйста. Суть непонятна. Ребенок с раз и ЗПР. Тут, скорее всего, раз будет первичным и вы пишете индивидуальный образовательный маршрут для раз. Вот. А ЗПР это уже последствия, скорее всего. если раз подтверждено психиатром, детским неврологом, тогда сразу. Частые вопросы. Нужно ли согласие родителей на разработку адаптированной образовательной программы? Да, все шаги по индивидуализации образования мы согласуем с родителями и не просто на словах. Вы пишете бумагу, создаете какой-то документ и родители пишут вам, расписываются, что они согласны на создание образовательной программы индивидуального маршрута для своего ребенка. И когда вы создаете программу и маршрут, вы родители под роспись знакомите с этой программой и с этим маршрутом. Родители особых детей тоже люди особые, поэтому во избежание разных конфликтных ситуаций делайте все возможные документы и все свои шаги фиксируйте в письменном виде. Это очень помогает в разных спорных ситуациях. Что делать, если родители не дают согласия на обучение по АОП и ее разработку? Они вправе отказать. То есть, здесь вся ответственность за обучение ребенка ложится на плечи родителей. Вот. То есть, вы родителям честно говорите, что они отказались от помощи, то есть, все развитие, как будет развиваться ребенок, теперь зависит от них. Но лучше, конечно, не заводить такие конфликтные ситуации, а родителям объяснять, какая польза их ребенку будет от индивидуального обучения и там уже договариваться. Также спрашивают, кто разрабатывает адаптивную образовательную программу. часто это такой коллективный труд, то есть, обычно начинает писать, ну и как бы организатором служит педагог, который работает на группе, или еще у коллег бывают варианты, они тоже делятся на вебинарах, что это психолог пишет, педагог-психолог. Но чаще всего АОП пишет педагог на группе. Но разделы, которые будут вести другие специалисты, они помогают записывать, писать, да, то есть, логопед пишет свои пожелания, психолог, дефектолог, воспитатель, музыкальный работник тоже пишет свои пожелания. Все это согласуется, заверяется и дальше уже весь коллектив по этой программе работает. АОП утверждается, то есть, она ее рассматривает консилиум, не путать с комиссией, да, это консилиум, когда собираются педагоги, все те, кто будут работать по этой программе, программа, обсуждается, утверждается педагогическим советом, каждый человек подписывается, что эту программу изучил, и вы начинаете работать. Ну и, собственно говоря, все, наше время уже вышло, и я желаю вам успехов в вашем нелегком труде. сразу приняли в детский сад. и не помню, по-моему, время не установлено. Если один педагог и больше никого нет, то какой смысл в индивидуальном образовательном маршруте некем работать, поэтому здесь лучше требовать, чтобы специалисты появились. Я рада, что было интересно. Кто-то написал, что интересно. Ну, такая не самая развлекательная программа, но если вы все это прочтете, перечитаете, сравните со своими условиями, то вы избежите и своего выгорания, и многих ошибок, конфликтов. Желаю вам большой-большой удачи и до свидания.